Всем, кто меня смотрит Сегодня хочу поговорить о дорогах Мне часто просто задают вопрос как нужно кататься по шоссе там же машины летают страшно, опасно и тому подобные высказывания Ну вот я решил сегодня записать свой маршрут Хочу сегодня объемчик проехать Не знаю, сколько получится И постараюсь донести что на самом деле это не так опасно и страшно, как может показаться На самом деле в том же городе кататься в разы опаснее Там очень суетно очень много транспорта, людей Ты плохо заметен Обычно на дороге тебя там не ждут Хотя нас нигде не ждут Там легко могут сбить И то, что якобы по городу скоростя в автомобиле поменьше Поэтому безопаснее Поэтому безопаснее Это тоже не совсем верно так как наибольшие наисерьезнейшие травмы чаще всего именно случаются на небольших скоростях Потому как проверяешь прочность проверяешь прочность асфальта И я по своему опыту знаю это не очень хорошо Значит, для начала выезды из города Мой любимый выезд мы сейчас по нему едем Это Урванская трасса Почему любимый? Потому что здесь одностороннее движение Две полосы в каждую сторону Широкая обочина Как вы можете это видеть Сейчас, может быть, она чуть уже Есть песочки Это после зимы Ее поспали песком для противоскоржения Вот А так Практически весь сезон Обочина чистая, сухая Если, конечно, дождь не идет И по ней вполне можно безопасно двигаться Если, конечно, самому соблюдать эти самые правила безопасности Вот Ну, на втором месте, наверное Искожевский выезд Там дорога получше Те, кто живут на Стрелке могут выезжать в сторону Чекема Там сейчас новый асфальт Говорят, очень хороший Я пока не был Не знаю Ну и Самый, наверное, тяжелый выезд Это Адиювская дорога Адиювский выезд Вот Ну, доеду до развязки Продолжу свой разговор Продолжение следует... ... Так что Оторг Продолжение следует... Рассふふ Продолжение следует... 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 Грузовики, так сказать, местного назначения, мусоровозы, грузовозы, щепенку, ну такие вот грузовики, недальнобойные. Эти бывают хулигане, там как часто за рулем молодые люди, которые еще только получают опыт. Ну, соответственно, и поведение такое же бывает. Но, как говорится, Бог пьюрал. Особых проблем с этим тоже я не ощущаю. Как видите, вот здесь широкая обочина, все машины движутся в одном направлении. На таких участках опасными могут быть только обочечники. Но, как правило, обочечники бывают там, где пробки. То есть, например, где-нибудь в районе Тамбуканского поста, где чтенько скапливаются очереди, или на узких участках дорог. Там надо быть внимательным. Иногда находятся деятели, которые хотят объехать пробку по обочине. И могут не заметить. Случаи были, но все случаи, которые я знаю, в Москве и Московской области, в этих регионах, в общем-то, в центре России. У нас вроде такого не было. Вот видите, на довольно приличном расстоянии они проезжают, как правило. Тут вижу закономерный вопрос. Что делать, если такой обочины нет, широкой? У нас везде такая. Ну, что я могу сказать? Если вы просто катаетесь или тренируетесь, выбор дорог – это ваш выбор. Ну, если вы турист, и деться некуда, едите аккуратно, прямолинейно, как можно ближе к краю дороги. И все будет тепло. А вот и Николай Николаевич. Нас поджидает. Наш веломеханик. За этими руками. Сейчас. Сейчас. Улыбнитесь, говорю, вас снимает скрытая камера. Улыбнитесь, говорю, вас снимает скрытая камера. Здорово. Опа, что это такое? Улыбнитесь, говорю. Улыбнитесь, говорю. Улыбнитесь, сыговая. Едем через Черный лес, очень живописная дорога с тенью, летом прям вообще супер. Вода радует, солнечко блестит, почти уже зеленеет. Вода радует, солнечко блестит, почти уже зеленеет. Ты сюда ездишь? Все время. Что там? Может туда надо было ехать? Вода. 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 Красивейший вид открывается, панорама Гор заснеженных, хоть там снег лежит Где-то была зима в этом году У нас 19 февраля, вот такая погода Сейчас скажу, 19 тепла, показывает термометр 19 Ну нету, это я на колесе за это Это от тебя тепло идет, Колядыч От тебя тепло идет Вот и подходит к концу наш трип Здесь перед урванием мы прощаемся с Колей Спасибо Коле за компанию, за терпение ехать со мной в таком темпе Вот Ну если остались какие вопросы, спрашивайте в комментариях Подписывайтесь на нашу группу, добавляйтесь на старт райд нальчик, обращайтесь с вопросами Всем пока Всем пока Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал 10 секунд У меня запомнил 8 секунд 5 секунд 12 секунд 2 секунд 3 секунд 4 секунд 5 секунд Субтитры сделал DimaTorzok